Ну что, мы с Романом, с Сашей уже дома, и так как началась эта неделя Масленица, в общем, я еще не пекла, у нас сегодня какой день недели сбилась среда или четверг, в общем, еще блинчики не пекла, так что хочу сейчас по-быстренькому спечь блинов, напекем с вами, так как я пеку на двух или трех сковородках, сейчас посмотрю, как желание будет, если что, по-быстренькому на трех сковородках спеку, просто блинчики спеку, мальчики мои любят, я тоже люблю, немножечко покушаем, ну, естественно, вам покажу, как буду печь блинчики, в общем, три яйца на литр молока я буду делать, в общем, самый-самый легкий рецепт, это как мама делала, так и я и делаю, ванильный сахар, я две пачечки положу, потом туда разрыхлитель, пачку, ну, я всю пачку не добавляю, где-то пол-пачечки, потому что мне кажется, это много пачек, просеиваю, чтобы оно, ну, потому что бывают комочки там, поэтому просеиваю лучше, чтобы, и так, и что еще туда, сахар, пару ложек, мальчишки все равно едят с чем-нибудь сладким, поэтому я много не ложу, пару ложек сахара, все перемешаю, можно миксером это, конечно, сделать, ну, я так, вручную, все, и сюда выливаю молоко, литр, можно любое молоко, да, у меня просто, мы такое покупаем, полтора процентное, чем жирнее, тем вкуснее, в общем. И муки сюда, муку я не знаю, никогда не меряло, сколько надо, всегда так, на глаз, смотрю, чтобы они такие жиденькие были. И все перемешиваем. Сейчас насыплю муки, помешаю все это, и оставлю, чтобы оно постояло немножко. До завтра. Нет, не до завтра. У меня тут оператор ведь немногословен сегодня, молча снимает. Муку неправильно сыпьешь. Решил поговорить? Так. И потом подсолнечного масла сюда немножечко добавлю, потому что я на сковородке не добавляю, буду печь на трех сковородках все-таки. Как китаец будет, шпок-шпок, один за одним. Ну, так быстрее, я не люблю долго стоять. Ну, конечно, сидеть-то внутри, один. Или лежать. Вот так вот с этим и можем выйти. Сейчас будут блинчики уплетать за обе щеки. Ну, стей комментирует. В общем, еще пару ложечек сейчас положу. Я уже тут вылипалась все. Ну, чтоб трясти. Да это не этим, я там сковородки вытирала, и вода как плюхнулась. Убрезги мне прям на кофту мою белую. Так. Фартук не люблю одевать. Не пишите. Это я знаю, сейчас не надо, сейчас довязать. На кухне не надо фартук одевать. Не люблю я с фартуком, мне неудобно с фартуком. С фартука как-то комфортнее. Я себя чувствую, как он как-то сковывает. Так. Ну, все. Сейчас это оставлю, где-то на полчасика мы чай пойдем попьем, покушаем, а потом там палец свой не видно? Нет. Точно? Точно. А то ты прям это загнул туда к камере. Ну, в общем, оставлю на полчасика, и потом пойду печь. Ну, потом еще добавлю сюда подсолнечного масла, пару столовых ложек. И все, в принципе, я больше ничего сюда не добавляю. Все. Так что мы поели уже. Будем печь блинчики теперь. Тесто на моем настоялось как раз. В принципе, я можно сразу печь. Но, так как я хотела очень кушать, была очень длая, сейчас поела, стала добрая, только спать захотелось. Буду печь блинчики. Если бы тесто не развела, я бы, наверное, завалилась на полчасика. Ну, ладно. Будем печь масленицу. Надо печь блинчики. Так. Мука здесь у меня еще стоит. Включаю сковородочки. Надежу немножко маслица туда, пару ложек, как сказала. И начнем печь. Надо взять помолешку. Попробовать, как они. Чуть-чуть, наверное, жидковато. Но сейчас попробуем. Надо, первый раз я смазываю всегда сковородку маслом сливочным. Ну, не знаю, как-то я так всегда делаю, чтобы не прилипли, чтобы первый блин не был помол. Ну, а потом уже так пеку. Так. Все тихо. Ай. Давид, ты когда на работу тебе? Там. Надо все-таки добавить муки, слишком жидкие. Что, по субботу? Там там. Хороший, не бладкий. Хорошо. Так, тебе на работу можно прийти нам уже или нет? А то у меня там спрашивают, ты в чё к сыну на работу не ходит. Я говорю, он же там работает. Пока еще не были. А я думаю, наверное, давить будет этот. Блин. Сейчас первый блин в кома. Ладно. Потому что они сильно мягкие будут. Ой, жидкие. Так, что нам, ты разрешаешь? Ну, так что нам, ты разрешаешь? Нет, ну, так что, я работаю тут, а вы ко мне пришли тут. Кто его знает. Какая у него реакция будет? Может, наоборот, хочешь, чтобы мы к ней не пришли? Жид, поднимите. Что, все-таки пойдем, да? Двадцать шестого марта, да? Или ты, как всегда, будешь работать? Ну, что, пеку потихонечку. Первые блины у меня получились. Обычно всегда получаются. А тут я, видимо, похвасталась, чтобы не были блины первые комом. Получились комом. В общем, первые не получились. Ну, ничего. Ничего страшного. Бывает и такое. Так, что процесс идет потихонечку. Вот одна маленькая у меня сковородка. Это для ромашки. Ну, не только для ромашки. Ну, Ромка любит такие маленькие блинчики. Вот тоже их видим. Их все, в принципе, любят эти маленькие блинчики. Вот так. Так я поделаю потихонечку. Пеку. Быстро. Мы жарим. И там уже за Романом надо будет бежать. С великом что мы решили, я вам не сказала. В общем, мы его не купили. В Декатлоне мы посмотрели велик. Там есть велики, дешевые велики есть. Можно и за 200, и за 300 купить, и за 400 купить. Но они ужасно тяжелые. Поэтому мы решили, скорее всего, посмотрим еще в интернете. Если нет, то поедем в Фарад Франс. Там более оптимальные были цели. Там купим. Там как бы хотя бы выбор был такой хороший. Дорого, но выбор был хороший. Поэтому, скорее всего, завтра или... Ну, посмотрим. Не буду еще это вот. Посмотрим. Как будет, так будет. В любом случае, я с вами поделюсь радостной новостью, как моя опыта. В общем, казалось бы, да, поехал, докупил ребенку велик. Но у нас, как всегда, нужно очень-очень-очень долго поискать, походить. Ну, как-то хочется уже, если покупать, то хороший как бы велик, да. Не такое, не тяп-ляп, лишь бы было. Хочется, чтобы ребенку удобно было. Ну, и, естественно, не сильно дорого. Вот так. А, коричу. Коричу. Надо перчатки давать, чтобы коричу не было. Все, я буду печь. Позже покажу вам, сколько у меня чего получилось. Ну что, блинчики я напекла. Покажу сейчас вам, сколько получилось. Вот это маленькие. Одна тарелочка. И большие. Вот две тарелочки блинчиков получилось. Аппетитненькие, вкусненькие. Надеюсь, я попробовала тот, который не получился. У меня блинчиков кусочек был вкусный. Давайте с вами попробуем один. Это последний у меня, вон, видите, дырян. Еще парят. Все горячие, очень горячие. Такие. Еще раз всех с масленицей пеките блинчики. Радуйте своих родных. А мы сейчас тоже будем чаек пить с блинчиками, с медиком, со сгущёнкой, с вареницем. Совсем. Я сейчас попробую кусочек. Как он получился. Вкусненько. Я их немножечко сливочным маслом помазала. Чуть-чуть совсем. Не все. Не каждый мазал. А так, знаете, штук пять напеку, чуть-чуть помажу. Штук пять напеку, еще чуть-чуть помажу. Вот так вот. Потому что, ну, сильно жирные получаются, если все мазать. Очень вкусные. Смотрите, какие они. Тоненькие, вкусные. Я всегда такие пеку. У меня, как мама научила, такие пеку. В общем, пробовала разные, но всегда возвращаюсь к этому рецепту. Мне этот рецепт больше всего нравится. Я тут присела. Мне пришли две посылочки. Ну, там совсем чуть-чуть. Сейчас вместе с вами распакуем. Посмотрим. Одна от... Ой, она какого-то тяжелая, слушайте. Лакония называется, смотрите. И она уже разорванная. Такая пришла. Сейчас мы с вами откроем. Посмотрим. Опа. Что там пришло? Ну, я, естественно, знаю, что там. Ой, сразу смотрите, какая картинка сверху. Видите? Диор сразу. Хотя я Диор не заказывала. Ну, это сто процентов какая-то реклама, брошюрка просто. А, это мне прислали пробнички. Смотрите, от Диор. Вот под глаза, видимо, вот это такой какой-то крем. Такой. Не обращайте внимания на мой маникюр. Вот такой. И вот что-то тоже. В общем, это мне прислали как рекламу, да, пробники. Скажи привет, ребята. Всем привет. Ну, не балуйся, отходи все. Отходи, я тут распакую быстренько. Ромаш, отходи. Ты взял этот от наушников, отходи все. Так, какая-то еще брошюрка тут. О, Господи. Какие-то. Ладно, не буду пока. Так, прислали мне еще вот пробник духов. Купи, купи. Олен. Вот такой вот. Купи, купи. Сейчас мы с вами его посмотрим, как он. Вкусненький, невкусненький. Малюсенький. Так, а как его вытащить? О, вытащила. Сейчас попробуем. Ну, так сразу нет, точно нет. О, нет. Нет, это не мой парфюм, по-моему. Хотя, может, вылетрится, потом будет. Нормальный. Олен Муглер какой-то. Олен Муглер. Кому нравится? Кому пробник отправить? А на это, которое у нас сегодня, это можно. Ромаш. Мы будем с этим по-другому. Нет, не мой парфюм. Может, кому нравится, но он не мой точно. Так, что здесь мне пришло? Мне пришел мой шампунь и кондиционер. Спасибо моей зрительнице, которая мне его посоветовала. Спасибо тебе огромное. Правда, души. Прям классный. Это не реклама. Это я себе сама купила. Не муж купил, сама себе купила. Как вы в этом. Я имею в виду, что песня, знаете, есть. Это мне муж купил. Так, шампунька. Вот такая вот. И вот такой кондиционер. Смотрите. Очень-очень-очень рекомендую. У кого испорчены волосы, там это, секутся и всякое такое. Ну, и у кого не очень, ну, как нормально, и тоже можно, в принципе, да, пользоваться. Но я скажу, что мне, помните, что у меня, я жаловалась, что плохие волосы в конце, там секутся и всякое такое. В общем, как мне эта девушка написала, что шампунь не обязательно покупать. Но я все равно взяла в комплекте, это уже второй мой комплект, бальзама и шампуня, что шампунь, именно кондиционер вот этот вот, он хороший. Как я делаю? Так что, не знаю, это единичная акция, что его вот нанес, потом смыл и больше не делаешь, они устают. Ну, как, или, 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 правда, они улучшаются. Ну, в общем, пока я им пользуюсь, я довольна. Стоило это удовольствие мне где-то около 20-24 евро шампунь и вместе с этим. Сейчас, подожди секунду. В общем, около 24 евро, ну, где-то 12 евро бутылка стоила, так скажем. Есть и в ДМе это, но именно в бутылках, вот в этих, я в ДМе не видела, я видела в пузырьках таких. Рекомендовали именно в бутылках, сказали, что он лучше. Не знаю, может и тот лучше, и этот лучше, не знаю, может они одинаковые. Но я вот в Амазоне в этот раз выписала. Или где, не, а, это не в Амазоне, в Амазоне тоже он есть. Я в прошлый раз в Амазоне выписывала вот этот, вот на этом сайте, в Лаконе, да? На Куни, что-то я не знаю, я помню, только что выписывала или нет, я покажу вам. Смотрите, вот он этот, там, там выписывала. Если что, можете спросить, я посмотрю ссылочку, если кому интересно. Хотя они везде есть, просто задавайте название. Я думаю, они и в Росмане есть, и в ДМ есть. Так что, одна посылочка. А вторая посылочка у меня с аптеки. Сейчас я возьму ножик, потому что здесь без ножика не обойдешься. Так, сейчас открою, возьму. Все, отходи. Так, что мне здесь пришло? Здесь совсем чуть-чуть, совсем. В общем, заказывала вот такие витаминки для ромашки. Вот такие вот. И, чтобы получить бесплатную, как сказать, доставку, там были таблетки и бупрофен были со скидкой. Около 5 евро, что ли, вот такая упаковка была. Но мне в любом случае нужны. Я нет-нет, их пью, когда голова болит. 400 миллиграмм. Роман, тише. 400 миллиграмм. Здесь сколько таблеток? Сейчас я вам скажу. На сколько? Не вижу. Не стоит, что ли? Не помню. Так. 50, наверное, да? Сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять. 50, да. Таблеток вот такая вот. В общем, около 5 евро она стоила. Заказала. И еще что заказала? Мазен-шпрей. Спрей для носа. Три штуки. Они шли вместе. Три штуки. Что-то, не знаю, сколько точно стоили. Не помню точно. Ну, в общем, подешевле, чем обычно. Заказала и, как сказала, это, чтобы доставка мне, как бы, ну, или бы за доставку нужно было платить, или капли я еще получила за это. Вот так вот. Ну, в общем, заказала витаминки. Не знаю, сейчас почитаю инструкцию, посмотрю. Вроде как они натуральные. Тут без всяких этих добавок. Витамин 5, ой, В5, В3, В7, В9, В1, В12, В2, В6 и витамин С. В общем, вот такие витаминки здесь заказала. Сейчас буду читать, как их принимать, как чего. В общем, буду смотреть. Стоит здесь 6 лет. Одна таблетка. Один, есть с 10 лет одну-две таблетки в день. В общем, с 6 лет одну таблетку, а с 10 лет уже одну-две таблетки в день. Это же инвестор. Ну, и желательно воды, в общем, пить хорошо, да. Ну, буду сейчас смотреть. Стоит их, не стоит, какие они там, чего. В общем, почитаю. Таблетки эти стоили, не помню точно, в пределах, наверное, около 20 евро. Я не помню, я просто еще не заказывала витамины. Они в другой аптеке были. Они еще не пришли. И те стоили около 20 евро, а эти, ну, что-то 10, около 20, в общем, 10 с копейками, 10 там. Не буду, не буду вас обманывать. Они, как всегда, еще не положили. Но можно будет залезть, посмотреть, сколько они стоили, да. Вот так вот. Если кому интересно, можете спросить, я потом положу, посмотрю. Все, на этом все посылочки. Больше у меня ничего нет. Увидимся с вами позже. Это у нас во дворе. Еще один. Вон еще тюльпаны. Тоже красненькие. Красивые. А там нарциссы еще. Умейте. Нарциссы цветут. И тут тюльпанчики будут. Набирают цвет. А тут муж мой. Сашка. Снимаю тебя. Собрались мы с Сашей прокатиться. Предложила ему. Поехали на велосипедах прокатимся. Я свой уже вывела велосипед. Саша мне подкачал колеса. Теперь он себе подкачивает. Постоянно забываем. Разбираюсь. Насос на выберете. У нас разные эти, как они называются. Камеры вот эти. Золотники. Золотники. И Саша постоянно переделывает. Насос надо переставить раз. Ну как там. Что-то переставить в общем нужно. Мне на одной стороне. У него на другой стороне. Вот он его велосипед. Вот этот. Вот этот. остановились сашей тут передохнуть водички попить подышать свежим воздухом кто свежим кто не свежим в общем свежим и меня заодно подкапчивает в общем едем сейчас из дома только выехали саши говорит о говорит эти детки идут садика у нас там садик как раз рядом школы ромкина потом садик идет и где гимназии идут гулять вышли и все в жилеточках в общем как цыплятки такие идут и этот саша горит это садика я гурда маленький похоже потом смотрю 1 2 потом учительница узнала одну вторую вторую учительницу игру саш это наш идет он говорит точно наши а где ромка мы думали что другой первый класс может быть потому что знакомые с другого класса были детки а потом смотрим наш кепки идет тоже мусор они собирают там ходят в общем этот их приобщают к общественным работам вот не до субботник одели им жилетки дали у кого щипцы и у кого перчатки одеты в общем ходят и мусор собирают и эти идут к учителя с большими этими мешками такими черными они туда и складывают в общем увидели мы саша гордо разворачиваемся и гурне давай быстро проем он не заметит нас нет разворачивайся говорит это если он увидит сейчас говорит никакая школа у него дальше не пойдет в общем мы развернулись быстро уехали но такие довольные ребенка увидели в общем они такие счастливые дети идут погода классная не вывели их у них сейчас спорт наверное должен был быть по и по идее они вот вместо спорта вышли субботник делать классно так а мы только саши вот ехали до этого я говорю было бы классно вообще приобщать детей что к субботниками ну и смотрим и детки наши идут так а мы сейчас уже тут полпути проехали ну как да да бадамся практически по пути проехали и остановились а водички попить тут как раз тихо хорошо речка рядом сейчас я вам покажу как классно подождите как красиво с той стороны вот домики это дачки все тут сашного брата тоже дача рядом мы остановимся речка речушка тут этого река здесь летом даже купаются но я не ни разу это не купалась не как-то не это не рискуем она чистая дамась река же чистое в каком смысле не грязная можно купаться что не это не болото но здесь про точно не не такая сильная она протекает уже открываю ну да так ну так что здесь хорошо погода хорошая сегодня у нас до плюс 17 вообще обещают а я еще одела термо одежду поднес как это чтобы потечь так серии до свидания одела термо термо лосины термо раз золотинкой под низом вот это разверни рукав вот видите такой и я уже в общем когда только одела уже вспотела вся еще не выехала а сейчас вот так остановилась и чувствую прям течет меня пот но это результат да хороший я думаю может чуть-чуть хотя бы там какой-нибудь там может граммчик сала жира уйдет буду очень рада ладно вообще мы поехали дальше там к вам подключимся куда мы доедем покажем вам вообще здесь классно я тут каждое лето катаюсь но в прошлом году конечно я ленилась мало каталась такие дома здесь и есть здесь такие заброшенные такие не ухоженные сильно а есть прям вообще такие домики классные суперские вот мы бы хотели тоже даче все ищем ищем купили бы но нету пусть бы даже не совсем за дешево хорошая была вы пили так что кто с наших краев если никто знает где дачи продаются напишите пожалуйста но с удовольствием посмотрим мы уже давно ищем саша уже лет пять мы наверное ищем дачу хорошую себе есть предлагают какие-то участки без воды без света без ничего но такие заброшенные без домиков и что строй там нельзя пару раз предлагали ну и я говорю тоже не вариант хочется хороший чтоб доме какой-нибудь хотя бы малючка какая-то была беседка хотя бы какая-то ну что такое хотя бы сорачи какой-то чтобы складывать немножко хотя бы чего-то можно было да тут вообще вон на той стороне посмотрите какие дома деревянные из бруса сделаны так что напишите если кто знает вдруг может вы там продаете дачи кто-нибудь а вдруг у нас тут какой-нибудь риэлтор по дачам сидит скажет ищет дачи а я тут сижу так все поехали мы в общем мы приехали почти двенадцать километров у меня часы еще не сразу включились мы там уже два километра наверно проехали вот так такие дела так хорошо кстати насчет велосипеда да мы ромки заказали вчера вечером искали в интернете смотрели заказали от той же фирмы как у саши саша меня позорит как я ее называю я говорю куб 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 а куб я не могу его выговорить забывайте в общем я думаю что это кубы называется мне я почему-то не знаю такой от такой же фирмы подешевле он был не буш на новый все должен прийти стоит два пять дней рабочих так что проплатили уже все должен прийти рома выбрал себе цвет какой он хочет так что посередине стал так что будет ромка скоро с нами гонять вместе хочет уже у меня смотрите как твердый это уже сколько лет моему велику но активная на нем года три наверно точно прям гоняю практически каждый день каждый летом вот теплый сезон практически каждый день через день три года точно гоняла вот прошлом году я конечно поленилась то у меня там на фитнес я ходила то не ходила то что-то погода какая-то то одно то другое но в этом году планирую буду дальше гонять все хватит надо брать себя в руки все равно классно когда по съездишь и себя чувствуешь лучше и немножко хоть там жир какой-то плавится все равно хорошо вот так так что мы будем с сашей гонять саша быть на работу гонять я буду сама гонять я еще могу за тобой приезжать на работу и вместе ехать домой в прошлом году кстати так и ездили пару раз я приезжала к нему на работу он с работы выходил когда у него фрюш ну с утра он работал когда и вот мы вместе с ним ехали домой все сейчас поедем дальше приехали саши решили кофе тут попить булочную заемь саш переживает взял свой старый телефон который без симки уже бодемси увидел что он не тот телефон взял он обычно дома с ним чего-нибудь смотрит пока тот заряжается или еще чего-нибудь я вам в общем по привычке взяла другой телефон старый теперь переживает я верну ничего страшного пообщаемся дали с телефона узнаешь жену получше пойдем к теперь набираем сейчас сашей саша захотел я думаю что нибудь тоже возьму пока там смотрела в общем думаю ладно давайте две такие взяли вот как они такие улитки с пудингом и с клубникой у меня молотеный кофе кофе а у него простой кофе с молоком черный кофе с молоком чутка из такой хорошо сидим саша еще кофе захотел вернее захотел я я булку ему свое отдал а он говорит у меня кофе нет и я ему кофе еще взяла и мы еще сидим так хорошо погода себя прям прям хорошие плюс 14 все хорошо прям чтоб кто за нас дела дома поделал конечно не щас еще обед готовить быстро сейчас приготовлю что нибудь я выдохлась полпути назад проехали мне кажется я загорела это просто красную уже выдохлась саша уже надо мной смеется я хочу все это булка была лишняя сосны баня огурцом сожрите ему кофе он наверно втихарям моторчик включила ей а я прямо сотрите ваще нет я боюсь твой уронить такой же велосипед по есть моторчик нет моторчиком не поеду я же пришла из сала это плавить плавить буду плавить плавить мы тебе на эку поставим на самом низ не надо я поеду своем попробовала потом я понравится и придется тебе новый покупать не велосипед не надо я знаю себя мне только чуть хорошее что-нибудь дай в руки мне понравится потом настя не остановить бедный сашка потом этим уж мой какой сама отказываюсь обычно говорите что бедный сашка требую с него все сама отказываюсь будешь чаще ездить думаешь ну вот давай тогда покупать не потому что он если сильно устал включил и поехал так может выключать есть я поначалу пока не привык я тоже ездил с мотором а потом встал с работы уже выключаю полностью без мотора если хочу именно понапрягаться мне кажется я такая ленивая мне только дай моторчик а потом только на моторчик думал сначала я хотел себе нормальный купить велик а потом все равно этот взял и наоборот нормально когда очень тяжело лучше моторчик включить или сильный ветер когда в лицо знаешь на моторчик прям хорошо что он есть но мы едем домой здесь шумно в машины едем домой чуть-чуть осталось по пути проехать уже проехали 7 километров четверть от проеденного проехав все про все мы проехали нам еще всем проехать 14 километров от дома до добадимся от нашего дома четверть от общего пути мы то что туда проехали назад уже и нет не заканчиваем и дальше у меня уже часы горчо все верст приехал все ладно поехали с помощью дома кое-как добрались так сказать ну саша на обратном пути мне там чуть-чуть уже оставалось он мне дал свой велик сам заставил меня сесть на него потому что я вообще никакая была но мне понравилось на его велике классно и классно ездить тоже захотелось велик такой так что глаза счет у меня красные не знаю я уже сходила в душ ну вот просто без макияжа какая есть тут у меня пылесос убирается и по второму разу его запустила потому что кое-где он чуть пропустил с филонил так сказать сейчас нажала паузу чтоб вам сказать что мы дома на сегодня мы с вами попрощаемся увидимся завтра в следующем видео всем пока и и и и и и и